Выбрав контур сечения, мы можем задавать секущую плоскость не только в одной этой плоскости, но и в других плоскостях. Здесь при выделении секущей плоскости есть ручки, с помощью которых мы можем уменьшать эти плоскости, сжимать их всевозможно и делать с ними все что угодно. Видим, что секущую плоскость, если мы провели чуть поуже, то получается, что всего лишь часть, маленькую часть нашего исходного объекта мы можем видеть. Зайдем в концептуальный вид для большей наглядности и видим, что действительно при изменении секущих плоскостей у нас размер нашего объекта как бы меняется. На самом деле размер остается неизменным, просто секущая плоскость так настроена у нас. Удалим. Дальше интересный инструмент проверка взаимодействий. Для этого нарисуем еще один вспомогательный объект, например, какой-нибудь шар или конус. Давайте нарисуем шар с центром вот в этой точке. И с каким-нибудь вот таким радиусом. Будем пользоваться видовым кубом. Компьютером ее подтормаживает. Нажимаем, значит, проверку взаимодействия. Выбираем первый объект. Enter. Выбираем второй объект. Enter. И автокад показывает нам красной зоной, что у нас взаимодействует. Появилось окошко диалоговое проверка взаимодействия. Откуда мы можем масштабировать наши элементы. Подсмотреть поближе, да, что у нас взаимодействует. Escape. Возвращаемся в то же самое окошечко. Либо можем провернуть наши элементы. В режиме проворачивания доступно также и масштабирование, и панорамирование. Средней кнопочкой мышки мы перемещаемся. И смотрим, как взаимодействуют наши объекты. Escape. Выходим в это окошечко. Закрываем, когда его. У нас все пропадает. Ну, и также мы можем вычесть, например, одно из другого. Например, вычтем из этой плоскости. Enter. Вот этот шарик. Получится у нас вот такая планочка. А если мы делаем наоборот, из шарика вычнем плоскость. Давайте проверим вычитание. Из шарика вычитаем плоскость. Получается прорез шарики. Далее, на следующем блоке редактирования мы можем редактировать как 2D-объекты, так и 3D-объекты. 3D-поворот и 3D-перенос. Есть просто перенести и повернуть. А 3D-поворот и 3D-перенос отличаются, ну, скажем так, больше наглядностью. Давайте проверим, что такое 3D-поворот. Выбираем объект. Enter. И вот такой вот поворотный шар у нас появляется. Укажем базовую точку, относительно которой мы будем поворачивать. И чтобы повернуть наш объект, мы должны выбрать одну из граней этого шара. Например, выбирая красную грань, мы будем поворачивать шар вот в этом вот направлении, выбирая зеленую грань, соответственно, в этом и синюю вот в этом. То есть во всех возможных направлениях. Выберем вот эту вот грань, начальную точку поворота выбираем и проворачиваем на нужный нам угол, либо просто мышкой. Обращаю внимание, что все происходит очень наглядно, чего не было бы при обычном повороте. Дальше есть команда, которая называется 3D-перенос. Нажимаем на нее, так как предлагает выбрать объекты. Выбираем шарик, нажимаем Enter. Выбираем базовую точку, относительно которой будет осуществляться перенос. И наводя мышку на одну из красочных сторон этого треугольничка, этой галочки, мы переносим наш элемент в нужную сторону. Если мы фиксируем мышкой на одной из цветных палочек, то у нас фиксируется перенос в ту или иную сторону. Подтверждаем перенос нажатием клавиши левой кнопочки мышки. Остальные элементы, в принципе, редактирования вы уже должны знать. А, еще есть 3D-массив. 3D-массив очень похож на обычный массив. Массив заключен из-за того, что к рядам и столбцам прибавляется еще и количество этажей. Давайте выберем для начала объект, который мы будем размножать массивом. Нажимаем Enter. Круговой, либо прямоугольный. Давайте разберемся с прямоугольным. Число рядов введем 3. Число столбцов 3. Число этажей 2. Расстояние между рядами 2000. Между столбцами делаем равное расстояние и между этажами тоже. И автокад у нас размножил наши шарики. К сожалению, сейчас будет компьютер очень сильно тормозить при поворотах. Но с помощью видового куба, в принципе, понятно, что это получилось пространственные шары, расположенные в пространстве. Вот, отменим все это действие и попробуем сделать круговой массив. Редактирование, 3D массив. Выбираем объект, круговой массив. Число элементов в массиве давайте сделаем. Угол заполнения, пускай будет 360 по кругу. Поворачивать нет, не проворачивать, потому что наш шарик, поворачиваю или нет, в принципе, это не сыграет роли. Точку, относительно которой будем проворачивать, привяжемся к нашему шарику с помощью привязки, потому что в 3D пространстве обязательно нужно работать с привязками. Вторая точка оси поворота. Сделаем ее здесь. И видим, что 3D массив круговой получился у нас вот таким вот образом. Следующая команда, 3D зеркало. Нарисуем вспомогательный объект, чтобы понять, как работает эта команда. Нам потребуется объект, который мы будем отражать, и плоскость. Если в обычном 2D пространстве мы отражаем с помощью линии, то в 3D пространстве автокад попросит сделать нас плоскость. То есть плоскость мы с вами повернем с помощью 3D поворота на небольшой угол. Вот такая вот будет плоскость у нас. Нажимаем 3D зеркало, выбираем объект, который мы хотим отразить. Enter. Выбираем первую точку плоскости, относительно которой отражаем. Вторую точку и третью точку. Спрашивает удалить или исходные объекты. Нет, не удалить. Для наглядности оставим. И посмотрим, что у нас получилось. Автокад отразил относительно этой плоскости. Симметрично. Один объект. Другой объект. Плоскость. Дальше очень интересный инструмент. Называется 3D выравнивание. Например, мы хотим вот эту вот усеченную пирамидку, вот эту верхней плоскостью поставить вот на этот уголок. То есть перевернуть ее вверх ногами и закрепить на нашем кубике рубики. Нажимаем 3D выравнивание. Выбираем объект. Нажимаем Enter. Выбираем три точки той плоскости, которой мы хотим прилеплять нашу пирамидку. Раз точка, два точка, три. И выбираем три точки той плоскости, на которую мы хотим ставить. Раз точка, два точка, три точка. Все. Буквально в несколько действий мы с вами прилепили один элемент к другому. Ну и еще одну функцию давайте рассмотрим. Свести грани на конус. Она выбирается вот отсюда. Что это такое за функция? Вот у нас есть какой-то 3D объект. Выбираем его грани. Если мы будем нажимать на ребра, то будут отмечены сразу несколькие грани. Если же мы будем нажимать на сами грани, то есть как на плоскость, то автокад будет отмечать по одной грани. Одну грани отметил, вторую. Например, две грани хотим смести на конус. Нажимаем Enter. Нажимаем базовую точку, относительно которой будем смещаться. Вот она. И указываем вторую точку на продолжение нашего конуса. Нажимаем и указываем угол сужения. Пускай он будет 30 градусов. Топ. Пр aggi'm.